В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 городов и районов республики, всего более 200 участников. В результате этих состязаний будет формироваться резерв юниорской сборной республики для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа. О славной истории борьбы дзюдо в Кумертау, а также целях и задачах мероприятия, говорили почетные гости, в числе которых заместитель главы администрации Наталья Лапшина, президент Федерации дзюдо Республики Башкортостан Вадим Сафонов. Здесь присутствуют все регионы республики Башкортостан. Ребята прошли подготовку, многие из них являются кандидатами мастера спорта России. И сейчас на данных соревнованиях мы будем формировать сборную команды республики для участия в первенстве Приволжского округа. То есть эти соревнования являются отборочными, где ребята и девчата должны показать все мастерство, все свои знания, все свои умения, то, что им преподавали тренера. Главный судья соревнований мастер спорта международного класса, чемпионка мира по самбо Светлана Нагаева. Она ознакомилась с основными правилами судейства и дала старт состязаниям. В Башкирии этот уровень у нас самый высокий считается. Самый 99-2000 год сейчас идет отбор на первенство Приволжского округа, который пройдет в городе Стерлитамаке. Поэтому подготовка была проведена очень серьезно. Что я хочу сказать ребятам? Конечно же, бескомпромиссной борьбы. Потому что если здесь они, я не знаю, как-то отборются с какими-то замечаниями, может быть, предупреждениями, то им будет тяжело, конечно, на Поволжье бороться. Поэтому я думаю, что все готовы на 100%. Все морально, физически, все готовы. Я думаю, что все будет хорошо. Особенно Кумертау, я думаю, что у них традиция такая выигрывать. Я думаю, что они обязательно попадут в город Стерлитамак и достойно отборются. Борьба проходила на трех татами спортивно-оздоровительного комплекса «Прометей». В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены, участники многочисленных чемпионатов и первенств. Многие хорошо знают своих соперников, поэтому, говорят, готовились усердно. Достаточно сильные соперники. То есть надо готовиться, чтобы победить их. У них есть техника, у них есть сила. Допустим, у кого-то этого нет. И, как сказать так, то, что ты 100% победишь, так не можешь сказать. А высота стадетесь? Сначала, чтобы попасть на 66 вес, я гонял 2 килограмма. Потом готовился, нарабатывал технику, броски. Состязания шли в течение всего дня. Ребята показали красивую борьбу и отличное владение техникой борьбы дзюдо. Именно на таких состязаниях высокого уровня спортсмены оттачивают свое мастерство. И если не в этот раз, то в следующих состязаниях ребятам точно улыбнется удача. Ведь каждый поединок – это определенный опыт. И спортсмены будут только совершенствовать технику. По результатам данных соревнований, 10 спортсменов нашего города заняли призовые места. Так, в весовой категории 73 килограмма первое место занял Михаил Чебатырев. На втором месте – Ян Кошкин. Третье место в разных весовых категориях заняли Руслан Валеев, Денис Оспичев, Данила Ульянкин, Глеб Афанасьев. Среди девушек в весовой категории 70 килограммов первенство одержала Анастасия Силина. В разных весовых категориях Аделина Туйгильдина, Регина Бунина, Аида Мрясова стали бронзовыми призерами. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин. Новости.